Парламент Сирии 13 февраля обсудил и принял резолюцию о признании и осуждении геноцида армян, сообщил секретарь парламента Сирии Рамес Олег. Еженедельник Гандзасар, издаваемый в Алеппо, сообщал ранее, что повестка дня включит представленную комиссией парламентской дружбы Сирии и Армении резолюцию, подтверждающую признание и осуждение геноцида армян турецкими властями Османской империи в 20 веке и геноцида и других представителей сирийского народа. Напомним, сегодня Турция перебросила в Эдлиб систему реактивного залпового огня и множество бронетехники. США заявили, что Вашингтон может помочь турецким военным в сирийском Эдлибе разведанными поставками военного оборудования. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Сирии Джеймс Джеффри. В то же время, американский генерал заявил, что активные акторы в регионе, Турция, Россия, Израиль, Иран, ведут себя осмотрительно, и он исключает, что дело может дойти до военных действий. Связано ли то рассмотрение парламентом Сирии резолюции о признании геноцида армян с действиями турецкой стороны. Региональные события близятся к моменту истины, и США, по всей видимости, ведут страны региона к этому моменту, пытаясь избежать крупномасштабных столкновений. Армянский вопрос может стать ключевым фактором, вокруг которого будет выстраиваться новая система отношений. США не зря признали геноцид армян на уровне Конгресса в преддверии важных событий на Ближнем Востоке. На днях Ереване находился король Иордании Абдалла II, который заявил на встрече с президентом Армении, вы, армяне, играете важную роль в регионе и очевидно в моей стране, в Иерусалиме и на западном берегу реки Иордан. Король Абдалла II отметил, что находится в Армении в честь столетия особых отношений между Иорданией и армянами, которые пострадали в регионе. Москва пытается в очередной раз наладить отношения с Турцией, которая все время повышает планку. Пока Россия обвиняет в обострении ситуации не Турцию, а некие террористические группировки. При этом Турция открыто обвиняет Россию в поддержке сирийского режима. Эрдоган уже заявил, что сочинская договоренность уже не действует. Посоветовала ли Москва Сирии принять резолюцию о геноциде армян? И совпадают ли в этом вопросе интересы Москвы и Вашингтона? Премьер-министр Никол Пашинян отправляется в Германию с трехдневным визитом, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Визит начнется с Берлина, где Пашинян встретится с канцлером Ангелой Меркель, спикером Мундестага и выступит в фонде Фридриха Эберта правящий социал-демократической партии. Заявлялось, что Никол Пашинян отправится потом в Мюнхен, где примет участие в международной конференции по безопасности. Как выяснилось, в ней не примут участие лидеры США, Германии, России и Великобритании. Но будет президент Франции Макрон, премьер Канады, министр Рыд Ирана. В Мюнхене будет и президент Азербайджана Алиев. Накануне Пашинян сказал, что визит в Мюнхен еще не проработан до конца, поскольку не согласованы все вопросы повестки. Премьер не стал вдаваться в детали и не сказал, касаются ли они армяно-европейских отношений или вероятной встречи Пашинян Алиев в Мюнхене. Ранее армянский премьер говорил, что не против использования различных панелей для контактов. Но в преддверии Мюнхена сложилась своеобразная ситуация. В частности, в Азербайджане состоялись внеочередные парламентские выборы в присущем этой стране стиле. Европа и США назвали эти выборы антидемократическими, а Путин поздравил Алиева. Эти выборы рассматриваются в контексте внутривластной и межклоновой борьбы в Азербайджане. В Армении Никол Пашинян заявил о намерении провести референдум по конституционным реформам и призвал общество сказать им да. Пару недель назад в Женеве состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которая длилась 11 часов, чему удостоилась большого внимания. До отъезда в Германию Никол Пашинян заявил, что на этих встречах не может обсуждать все то, о чем не заявлено публично. Иначе говоря, Ереван до Мюнхена настоял на своей позиции. Это ужесточение позиции до вероятной встречи с Алиевым или выражение позиции в связи с подготовкой встречи. В Мюнхене будет и президент Франции, который на пороге Женевской встречи министров ИД поговорил по телефону с Алиевым. Пытается ли Макрон добиться организации встречи Пашинян Алиев. И третье, нарастающее напряжение между Турцией и Россией, что ставит Азербайджан в весьма неудобное положение. Азербайджан пытается замаскировать провал демократии Нагорно-Карабахским конфликтом, Анна Нагдалян. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян коснулась вопроса о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане. Армен пресс представляет ответ пресс-секретаря МИД Армении на заданный вопрос. Вопрос, в Азербайджане состоялись парламентские выборы, и уже известны международные оценки. В то же время МИД Азербайджана сделал заявление по поводу состоявшихся в этой стране парламентских выборов, в котором отмечается, что во время парламентских выборов в Азербайджане голосовали также избиратели из Нагорного Карабаха, в результате которых избранные парламентарии являются избранными представителями Нагорного Карабаха. Ответ, мы неоднократно отмечали, что формирование и укрепление демократических обществ в регионе исходит из интересов региональной стабильности, развития и процветания. Мы знакомы с оценками международных наблюдателей по выборам. Как отмечается в предварительном докладе международной наблюдательской миссии и оценках руководителей наблюдательской миссии, выборы сопровождались систематическими грубыми нарушениями. На этот раз Азербайджан пытается скрыть провал своей демократии, крайне низкий уровень легитимности выборов. Ложные и пустые утверждения Азербайджана о том, что на этих выборах формируются избранные представители Нагорного Карабаха, наилучшим образом отражают искаженные восприятия демократии Азербайджана. Народ Арцаха не участвовал в выборах в Азербайджане не сейчас, ни на протяжении всей истории Азербайджанской республики. Хотелось бы напомнить, что народ Арцаха реализует свое право на выборы на своей родине 31 марта, на очередных общегосударственных выборах, во время которых посредством свободного волеизъявления изберет своих представителей, президента и депутатов Национального собрания. Армяно-германские отношения находятся на исторически самом высоком уровне, премьер-министр Пашинян. Германия является одним из мощных мостов, связывающих Армению с Европейским Союзом, Европейской цивилизацией и культурой. Как передает Корр. Армен Пресс из Берлина, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об этом в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Германия — близкий друг и партнер Армении, и мы чувствуем силу этой дружбы как эмоционально, так и на практике. Сегодня я могу с уверенностью заявить, что наша дружба основана на общих ценностях. Они объединяют наши две страны и служат надежной основой для сотрудничества в различных сферах, — сказал премьер-министр Пашинян. Он отметил, что встречается с канцлером Германии в третий раз за последние полтора года, что само по себе является говорящим фактом и свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений. «Мне приятно отметить, что сегодня мы также связаны взаимовыгодным сотрудничеством и бизнес-планами. Мы готовы сделать все возможное для его укрепления и продвижения вперед», — подчеркнул премьер-министр. Пашинян особо подчеркнул поддержку Германии реформ в Армении и выразил благодарность за моральную, политическую, экспертную и финансовую поддержку Германии и Европейского союза. По его словам, необходимо обеспечить необратимость демократии в нашей стране, укрепить правопорядок и реформировать экономические и политические институты. В контексте поддержки Германии Пашинян выделил деятельность ЖС и немецкого банка реконструкции, КФВ, в Армении. Премьер-министр сообщил, что делегация немецких бизнесменов посетит Армению в конце февраля, а в октябре состоится армяно-германский экономический форум 2020. Мы очень заинтересованы во вхождении немецких компаний в Армению. Я рад сообщить, что со времени нашей встречи в прошлом году мы достигли ощутимого прогресса почти по всем договоренностям. Очень приятно, что подписано соглашение с КФВ о создании филиала нашего технологического учебного центра Тума в Берлине. Для нас большая честь поделиться своим передовым опытом с такой технологическим гигантом, как Германия, подчеркнул премьер-министр Пашинян. Он подчеркнул заинтересованность Армении в дальнейшем распространении немецкого языка и культуры в стране. Мы надеемся, что открытый в декабре 2017 года центр Гёта в Ереване вскоре станет полноценным институтом. В заключение позвольте мне заявить, что сегодня армяно-германские отношения находятся на исторически самом высоком уровне, — сказал премьер-министр Армении. Пишите ваше мнение в комментариях, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самые актуальные новости мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова